Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проходим по такому пути, который нам указали в интернете люди, что отвечают на вопросы. И мы отвечаем. У нас называется серия «Во свете Библии. Открытым оком». Вот сейчас мы решили еще раз пройтись по моим книгам «Открытым оком». Первый том. В нем я отвечаю на 600 вопросов. Вот брат Игорь Добунов, он смотрит, мы далее увеличиваем на экране и прям по нему пройдем. И я расширю, потому что прожло уже... В каком году это издано было? Второй год, 2002? Да, ну пожалуйста, 2011 год. Время-то достаточно, чтобы что-то прибавить. Не изменить, а добавить. Может быть в этом отношении что-то. Ну пожалуйста. Ну вопрос из первого тома, номер 164. В прошлый раз Ваша передача по радио была прервана. Почему? Как реагируют на Ваши передачи священники? Это вопросы, которые мне задавали в разных университетах, где я вел занятия. Сейчас я не могу сказать конкретно, где это задали. В то время я преподавал в нескольких школах, вел занятия регулярно. В милиции, в воинских частях и везде все в писанном виде вопросы задавали. Я с ослабленным слухом и вел три радиопрограммы регулярно. Ну как говорится, не мне судить о популярности, но практически я стоял на первом месте во всем Алтайском крае по времени эфирному. И выступали против коммунистов, и все они профессорам, никому столько времени нет, как Лапкину. А это они задавали. И передача была прервана. Почему? Не так, чтобы на полпередачи. А когда она кончилась, ну и другая, следующая, когда это 2 раза в неделю, допустим, я выходил. Варновольская радиопередача РОСА. Вот я отвечаю. Одна от вопроса. Ответ. По милости всемогущего Бога, Он дал мне доступ к сердцам людей. Вот они многие могут сказать сегодня так. Не просто доступ. Ну если человек работает редактором, он может статьи печатать, он может помогать издавать книги, может выступать по радио. Но доступно ли это будет для сердец, его слово-то, это совершенно не то. Бывает несколько слов сказанных, а обстановка резко меняется. Это человек имеет доступ к сердцам людей. Я много лет работал с разными людьми. Как-то был я одно время у Зои Крахмальниковой. Это такая диссидентка-писательница религиозная из Москвы, Зоя Александровна. Кандидат филологических наук. Она работала в очень больших журналах. И вот я у ней дома был, там пришла жена Акуджавы. Как-то разговаривались. Она говорит, вот то, что вы говорите, делаете, я не могу, вы просто трибун. Вы выходите, вам аудитория. А я кабинетный работник. Как она пишет, я так не напишу. То есть каждому дается свое. Это мне Господь дал выступать перед людьми, где бы я ни был. Вот в поездах. Когда еду, там нельзя пройти. Общий вагон, как правило, беру. Помню, на вокзале здесь такие были большие тележки. Возили их на них почтовые. Работники везут свои товары. Прям большая тележка на четырех колесиках. Я на вокзале стал говорить и сразу, мгновенно собрался на народ. Ну меня не видать, у меня рост метр семьдесят два всего. Кто-то побежал за тележкой, ее сверху там по ступеням притащили меня. На тележку установись, чтобы видно было. Ты уже на площади народ, перед вокзалом, прям перед вокзалом в Барнауле. Ну это надо просто видеть. Ну какой я? Конечно, сразу же побежали люди, сообщать тревогу. Лежу, меня за руками кто-то дергает. Обернулся милиция, офицер. Он увидел меня, о, извините, пожалуйста, и пошел дальше. А почему? Я во всех отделах милиции вел занятия. И они меня хорошо знали. А тот, который осведомитель побежал, боясь, что государство за это время разрушится-то, он не знал мои отношения с милицией. Извините, и дальше пошел. Вот как делает Господь. Я бы многое мог рассказать, как в литературном институте первый раз выступал. И мне дали времени, я не знаю, сколько, неограниченно, может, Лев Ашанин там вел, у меня стихи были, прочитал. В Москве, в метро, в храме Василия Блаженного внутри, в Третьяковской галерее. Это все не выскажешь. Вот один из примеров Третьяковской галереи. Я верующий, ни одного слова я вам здесь не обманываю. Ну, мне зачем это обманывать-то? Какая? Мне славы в этом никакой нет. Ну, а там как идешь, и один такой был, идешь один, а в одно помещение потом другое. И как тупиковое, и там нужно это же помещение разворачиваться, назад идти. А там иконный зал. Был ли он? Ну, иконы, иконы. Ну, люди проходят и останавливаются, посмотрят. Ну, что там иконы-то смотреть-то? Ну, когда я пошел, а со мной несколько человек, у меня, я один никогда почти не бываю, со своей свитой. Москвичи тут наши, которые приехали из Алтайского края. И вот там что-то восхищение, которое, я видел, я открытое небо, Ян говорит. Такая икона интересная. Я стал говорить, вокруг, ну, прям сразу люди везде собираются, набиваются. Другие тоже громче говорите. Я начинаю рассказывать, что вот этот свет означает. А дальше глава такая, стих такой. Это означает будущее время, мы приближаемся. То есть я все стараюсь приблизить к сегодняшнему дню и конкретно к человеку. Смотрю, женщина, я сразу с небольшим уклоном стал говорить к женщине, она ребенка держит. Она поняла, что все это написано к ней. Я дальше гляжу, стоит военная. Я говорю, так, с уклоном, что касалось военного. Военная старается еще ближе приблизиться. Ну, и здесь нашлись советские граждане, бдительные, побежали за милицией. Милиция до этого зала дошла, до тупиковой комнаты большая. Дальше не может пройти. И кричит, что он там говорит, то хоть им надо отчет дать-то. Выйдите, никто не выходит. Ну, это нельзя так. Конечно, я не прав был. Ну, а при чем тут я? Наконец, милиция продралась туда. Продралась. Что он говорил-то? Да он говорит, икона. Так мы запрещаем. Как запрещаете? Гида никакого нету здесь. Гида спрашивает. Она говорит, я не знаю, иконы. Что они означают тут? Человек нам рассказывает. Мы деньги платили. И вот что интересно. Они вот так вот встали около меня, вот так. С другой стороны милиция стоят. А я иду. Иду и громко говорю, как бы наш. Вы потише говорите. Я говорю, у нас люди не все хорошо слышат. А люди за мной так идут. Какая-то вся эта масса разворачивается. Идет. И два милиционера меня охраняют. Но я в жизни испытывал очень многое. Это власть Духа Святого. Не моя. Ну и когда я вышел, наши сразу сказали, говорится, сразу увязались гражданские двое. Но я знаю, куда их везти. Я их довел куда надо до следующего благовестия. Ну а дальше пошли в храм Василия Блаженного. А он тогда еще никакой был. И там начал говорить. А там как маленький музей-то. Как крикнишь там далеко слыхать. Он так раздается. А там маленькие комнатушки такие. И кричат там, где он? Уже прибежали. Они знают, где он-то. Но мы быстро передвигаемся. И они кое-кое-как нас у выхода уже застали. А мы уже выходим. А брать не за что. Не за что. И вот здесь тоже пришлось свидетельствовать. Говорить. А когда уже радио-то меня допустили. Да радио. Три радиопрограммы. Ну тут я в своей тарелке. Как был здесь писатель Быков Дмитрий Львович. Он говорит, Лолапкина это стихия. Ну мне Бог дал. А то я никогда этого не прятал. Вот. Как помню, был в Исаакиевском соборе. В Ленинграде тогда еще называлось. Ну, посмотреть-то надо. Я сначала наружу там. А там ворота. Ворота такие большие. И никто не знает, что за фигурки. Я только посмотрел со всех сторон. О, ба. Да это вот за такое-то число. Там за ноябрь месяц. Я коржитие Исаакия. Далматского. Да вы что. Да вообще, если его, значит, собор назвал? Исакий. А почему Исаакиевские-то люди не знают-то? И Далматский. Я стал рассказывать. Вот. Было два сановника такие. Которые расположены к нему далее. Вот как он говорил царю, как он останавливал его. И говорит, вернись. Пошел он воевать с болгарами. Не вернешься живой. Ну, его оттолкнули. Он опять оббежал вокруг. И опять он едет. Во главе войска своего выступает. Он снова коня за узлы схватил. Он сказал, остановись, вернись назад. Открой тюрьму. Выпусти православных из тюрьмы. Иначе не вернешься. Наглый старик-то. Бросьте его. Его бросили в болото. А он в болоте, где там любого засасывает. Он лежал, говорит. Ну, как сказать. Ну, рыба на тарелке. Не тонет ничего. А своим дал указания. Потом. Когда третий раз он забежал навстречу. Говорит. Арестуйте его, посадите. Я вернусь, говорит. Я разберусь с ним. Наглец. Все настроение мне испортил. А он, говорит. А ты не вернешься. Я уже жареный запах слышу. Ну, посадили. Кормить искудно водой. Хлебом. А ему решили подсмеяться. И говорят. Идет, говорит. Победу одержал. Говорит. Теперь тебе будет. Победы никакой нет. А он сгорел, говорит. И, правда, был разбит. Он бежал с двумя генералами. Где-то на сеновале. Его там подожили. Он там уже сгорел. Вот работал мобильный телефон. Вот видеосъемка-то какая была. Я начал говорить. Народ там, наружу. Вот так вот. Ну, ладно, в стороне маленько. Еще люди как-то проходят туда. Ну, вот я зашел туда вовнутрь. Ну, это собор. Ну, теперь-то он как музей. Там маятник, я не знаю. Куфо или какое-то болтается. Движение земли-то показывает. Как оно называется? Фуко или как? Колебания. А? Колебания. Колебания. Ну, как-то название какое-то с большим буквы. По изобретателю есть. Ну, дальше. Царские врата. И там женщина молодая стоит. И рассказывает. Ну, что надпись означает? Поднимите врата вверхи ваши, и войдет царь слава. Это знаете, что означает? Это означает священник, одетый в праздничные одежды, когда Пасха бывает-то. Ну, и к нему обращается. Поднимите врата. Это священник. Уходит. Я говорю, это совсем не об этом. А как? Я говорю, Писание говорит. Эти слова взяты из Библии. И в том смысле, что он царь вселенной, Христос, он ни перед кем не склоняется. Пасха поклонись, весь мир отдам. Христос не поклоняется. Он владыка вселенной. И когда он воскрес, прославь отче меня славой, который имел у тебя прежде бытия мира, я говорю, Евангелие от Яна, 17 глава, 1 стих, он прославлен на Галопе был. И когда он воскрес, Христос, и теперь уже возносится на небо, то прежнее, это образно, образно, перекладина, которая вверху, она ниже, Христос в славе возрос, и он не станет зайти-то как, и теперь обращается к врата. Поднимите верхи ваши, верхнюю перекладину, чтобы мог войти царь славы-то. Ой, она так удивилась, и говорит, тогда видите вы, в виде этой экскурсии. Ну, я стал вести, а там, интересно, группами разбивается одна, вторая, третья, большой храм-то где-то. Ну, там прошления, ничего нет. И они все сбиваются, сбиваются, весь храм битком. Битком-то битком, а тем билеты продают, никто не может зайти. Им-то деньги надо. Тогда подошла одна служительница, там не так плотно было, и говорит, там не могут зайти с билетами никак сюда. Вы бы как-то вышли туда или к выходу где-то. Я к выходу, все толпа за мной. Заходят, а дальше не выхожу, я опять еще больше набился, еще плотнее. Тогда они опять говорят, а я свидетельствую, картины, иконы, там простор. Говори, свидетельствуй. Ну, тогда надо выйти, говорит, вам будет. По-хорошему все. Ну, я вышел, маленько отступил оттуда, и они оттуда все из храма, пустой храм у них-то. И вот опять на площади все это, перед этим собрался народ и слушает. Я испытал в жизни великую силу евангельского слова. Это дух Божий находит жаждущие сердца. И вот здесь, когда я вел передачи, меня отсадили. Я сейчас объясняю, как это было. Я это перед Богом все нес. Находились люди, ходатайствовали, но не всегда успешно было. Ответ. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Вот как. Доступ и посылает Господь своих, я считаю, я один из них, кого он послал, потому что он их жалеет, чтобы люди жили правильно, не было нашествий на племенных. И далее. Иеремия 11 глава 7 стих. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь, гласа моего. Голоса не слышали, гласа. Этот глаз Божий слышали пророки, и они свидетельствовали народу, и Господь это приписывал себе. Это сам Бог говорит. Да что, через тебя Бог говорит? Да мне не надо думать, я знаю, потому что я все время цитирую священное писание. Это Бог говорит. А через кого, говорит он, через ослицу, говорит, или камни сии возопьют. Дальше. Иеремия, срок 4 глава, 4 стих. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков. Посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Ну, надо знать, какое мерзкое дело. Допустим, вот, женщина, по-простому, одевается в мужские брюки. Ну, просто нет, юбки, платья нету. Это мерзость. И кто носит, это мерзавка. Нравится или не нравится, Бог не спрашивает меня, как мне нравится. Я обязан сказать. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. Если кто носит, не носите одежду, женщина мужскую, мужчина, я своими словами говорю, мужчина женскую. Ибо это мерзость перед Богом. Мерзость. Люди носят. Священники вообще не обращают внимания. Правда, при входе в некоторые храмы написано, чтобы не заходили в брюках. Там юбки какие-то на время дают. Бывает, материю дают обмотаться, чтобы хотя бы не было видно. У нас в деревне не положено. Потому что кто приезжает, деревня с нуля строится, православная, приедет из машины, не вылазит. Бывает, приезжает купить продукты сельскохозяйства. Там яйца, мясо, молоко. Им вынесут юбки, на следующий раз, чтобы приезжали как положено. У нас даже было так, приезжали милиции, они так одеты. Я не знаю, как-то женщина в милицейске вилла все время в юбках, а тут какие-то не так. И с ними самопедемстанция. Ну, у нас материя, юбку дали, она не может влезть. У ней, ну, карма большая. И тогда ей дали, это она намотала на себя, и тогда зашла в лагерь. Вот и все. И далее. Пророк Осия, 6 глава, 1 стих. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Вот этих слов мы не слышим сегодня с кафедры, нигде. Такого поражения, как получили верующие, до всех направлениях, но наиболее православная церковь 17-го года, как эти годы преследовалась, в одном фильме мы снимаемся вместе с патриархом Алексеем Вторым. Это второе крещение, или глаз попиющего называется. Как будто бы мы сидим за одним столом, хотя мы за одним столом с ним и не сидели, но говорим об одном деле. И Он говорит, хорошо бы, если нас считали гражданами второго сорта. Вообще ни за кого нас не считали. И вот нужно, чтобы мы это осознали, что мы поражены, и поражены не от коммунистов, не от большевиков, а от Бога. Вот так надо смотреть. Ты поразил, Он исцелит нас, Он уязвил. Он перевяжет рано. Перевяжет, но перевязывает рано, может быть, Господь через Ельцина, через Горбачева. Не надо злиться на них. Все-таки мы свободно верим. Как бы ни ратовали коммунисты за прошлое, Сталина не проставляли, меня туда не тянет. При прежних правителях, до крушения коммунистической системы, я ничего не мог сделать, никак. Мне постоянно угрожали. Я сидел, не знаю, сколько раз меня арестовали. 26 лет только стоял на психиатрии. Невозможно сейчас руки поднимать кверху молиться. Я не могу, оно все вывершено. Но это от Бога. Таким случаем Бог меня закрепил и остановил, и я не оказался, где не должен был оказаться. А это все не смертельно. У меня сейчас детский лагерь, я сейчас изданы книги, благовествуем, по стране едем, готовимся за рубеж. Какой за рубеж тогда? Я удивляюсь, если бы я сказал, мобильные телефоны не разрешили бы здесь иметь в стране. Это было преступное оружие. Нельзя было звонить за рубеж. Я через фильм «Отверженное» по книге Виктора Игуго написал письмо Жану Вальжану, этому Габену. Так ведь не дошло, сколько не бился. Такие деньги впукал тогда. И все, на внутренних линиях затерялось. А я сказал ему, благодарю, что через вас вот я начал поискать Бога. Для меня это был толчок. Одна фраза меня тронула. Разве не было другой цели? Спаси не жизнь свою, но душу. И далее я поясняю. Я вел передачи на Росе, на Краевом радио, и каждое воскресенье в прямом эфире еще один час на третьем канале. Представьте, сколько. Одному человеку, при том из недели в неделю. Ну кто? Составитель и ведущий такой-то программы. При том в прямом эфире. Там нельзя ни переправить, ничего не было. И Бог миловал, у меня ни одного заскока, ни одной ошибки не было. Ни одного замечания даже не было. Это Бог дает. Вот когда записывали, я помню, на Росе. А тут большое двойное стекло. Ну и тот, кто записывает, я его не знаю, как назвать, там технический работник, у него магнитофоны там большие крутятся. А я сижу здесь и говорю. Ну я видел, как записывает. Тот, она записывает, руку подняла, ошибка. Он теперь назад разворачивает, по-новому переписывает. Ну уже записал минуты три, и опять ошибка, не надо. Я ему говорю, я когда буду говорить, пять минут мне остается, допустим, мне полчаса говорить. Покажите, пять минут осталось. Наконец четыре показываете, три, два, одно. Если я не вкладываюсь маленько, я так быстренько стараюсь узнать, какие моменты нужно упустить. И всегда ровно-ровно. Ни одной передачи ни разу не было скомкано, и ни разу ему не пришлось поворачивать колесики назад. И он мне потом подошел и говорит, я уж тут проработал, наверное, не знаю сколько лет, первый раз встречает такое. Как это так? Темы разные, темы, видно, такие огромные темы. Я показываю, и стоп, помень, и колесо моё кончилось, говорит, а там плёнка, как раз рассчитан на это дело. Как? Бог, я только одно, а Бог? Я молюсь об этом, они не молятся, так они профессионально, их учили, а я не учёный. У меня вообще никакой грамоты нету. Никакой. Десять классов строительный техникум, ну там мореходное училище учился. Как? Бог. И Бог это даёт. И вот здесь я им говорю, мне было дано это. И что? Так продолжалось несколько лет. По эфирному времени я стоял на первом месте по краю. Это страшно беспокоило священников, и особенно благочинного Алтайского края, старейшего клирика, отца Николая Войтовича. К нему поступало много звонков об истинности, не истинности ли, принятого у них крещения. И он нажал на все рычаги, чтобы эти передачи прекратить. Ну он нажал на что? Тут, конечно, органы, КПСС, вот там отдел агитации, общество знаний, всё бросились на меня. И был уже фильм, о моей биографии в это время прошёл. Фильм непростой, причустие, занявший первое место на международном киноконкурсе. Режиссёр Кузнецов Владимир Сергеевич, это красноярский филиал от студии документальных фильмов Свердловска. Таких только три было в Советском Союзе, документальные фильмы. Ну и был когда, ну знаете что, мы тут советовались, а этот, идеолог, идеология, тогда, кажется, Петренко был, от ЦК КПСС, ставленники, Владимир тоже Сергеевич, и он говорит, мы посоветовались с благочинным Алтайского края, Войтовичем Николаем Павловичем, он сказал, не следует показывать, там нагнетается вражда к советской власти. Нагнетается, вражда, да к советской власти, ты подумайте, какой грех-то я совершил-то. Этот грех, Лано заметил, главный благочинный-то. Ну и всё. Но фильм этот потом показали снова, когда он уже прошёл по Москве, когда в каждом метро продавали его за рубежом и везде. То есть меня никто никогда не давил, то есть, как говорят, жучил, так, как священники. Я не говорю, какой, откуда. Я всегда ссылаюсь, как бы, тысячу лет назад в Японию было. Туда ссылаюсь. Как бы. Никогда не забуду, как при выходе Антония, епископа Алтайского-Барнаульского, когда он его сопровождал до машины, отец Николаев вдруг повернул к обде и шагнул вплотную с дрожью в голосе, как бы переполненный горечью и страданием, с исказившимся лицом сказал Игнатий, да до каких же пор вы будете терзать нашу мать церковь. Столько звонков к нам приходит, мы не успеваем отвечать, что крещение наше неистинное. епископа Томас Сендич. А как я должен был говорить? У православных определенное правило канона, апостольское правило 50-е. Если не в три погружения, да будет извержен. Эти священники должны быть извержены согласно канунов. Причем я здесь, когда слово крещение имеет перевод с греческого оригинала одно погружение, а он стоит на капельном полу, человек, мне вот так штанишки маленько поддернется, чтобы помазать его, никто не раздевается, ничего. Почему? Я говорю, за 300 лет старообрядцы ни одного не крестили без погружения. Сектанты неправильно крестят, неправильно, потому что они человека не погружают в воду, как надо, а вот так опрокидывают. У них не крещение в смерть, Христос-то умер стоя, вот так, в таком положении, прибитый, обычно люди умирают, а положение вокруг. Сектанты все, с баптиистов и дальше ниже, научились крестить да с двоя, с двухсторонного еще. Вот и все. Я говорю, так написано. Ну ладно, прошел. Эту эстафету принял от него правящий архиерей Антоний Масендич. Всю их закулисную возьму мы узнаем только на суде Божьем. Но последние месяцы моей работы на Росе ее директор Гринько Илья Николаевич каждый раз увещевал меня Игнатий Тихонович. Мы едва-едва удерживаем вас здесь. Мы видим, сколь популярны ваши передачи, ибо после каждого вашего выступления поступает более тридцати звонков от всех слоев населения. Чтобы эти передачи были чаще, но я ничего не могу сделать, меня давят со всех сторон, чтобы вас не выпускать в эфир. И прошу вас, покоритесь, Антонию. Только от этого зависит ваше пребывание здесь. Антоний, с того июня, все равно человек не церковный, может быть и неверующий, сейчас я уже не могу сказать. Ему какое дело? Мы-то от русско-православной зарубежной церкви были. А был бы Антоний, а Антоний, я ему подчиняюсь, он сказал, больше не ходить, я обязан подчиниться. Я не достигаю, поэтому они всегда, сергианство, в этом и заключается. Связь с властью, безмерской власти, они шагу не могут шагнуть. И через нее давить. Вот мы сейчас ездим, где проповедуем, знают, мы православные, у нас регистрация в Крайовом отделе юстиции, идем к священникам, договорились, у них какой-то переворот в мозгах, и они бегут теперь к милиции и говорят, это свидетели Иеговы. А что свидетели Иеговы? Это кто? С луны свалились? Законные граждане. Они имеют регистрацию здесь. Это законно послушные граждане. А для президента мы все одинаковые должны быть, а не так, что главное это отдать православным. С чего ради? Эфирное время им, ну все им, а тем не... Да это неправильно. Но мы-то православные, это вообще ни за что давят-то. И сколько я не увещевал Илью Николаевича, тезку отца Володи Ульянова, не обращать внимания на врагов православной веры, какими бы ссанами они не были обличены, но он давил меня перед каждой передачей и после нее. принесите справку от Антония, что он благословляет вас. По слову благословляет, сегодня как подурели все. А кто вас благословил? А сама стоит в штанах, вот такая, жуется, навешанная здесь, накрашенная, а мы проповедуем, людям приходят, а кто вас благословлял? Я говорю, а что это такое означает? Ну, священник вам разрешил, а зачем он мне разрешить? Какое он отношение имеет к тому, что я говорю? Я говорю, что меня Дух Божий побуждает. Новые люди, они желают слышать, это не в храме, в храме он распоряжается. Он может мне сказать, какой властью ты это делаешь? Я скажу, какой властью, данной мне Христом. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А кто вас благословлял? Он даже слова этого не знает. Но здесь их отравили, буквально всех, и играют словом благословения. И никакие мои доводы о том, что радиостанция не принадлежит Московской Патриархии, что мы одинаковый статус имеем, ибо мы от РПЦЗ, зарегистрированы также в Краевом отделе юстиции, и я ему эту регистрацию отдал. Но он дрожал за свое место и вышиб меня оттуда. Вот и все. Дальше. Но прошло всего лишь несколько недель, и его самого оттуда вышлинули вслед за мной. После этого он несколько лет пытался туда вернуться, но никакие его прокоммунистические заклинания, ни его хождение к Петренко, главные рупоры идеологии бешеных коммунистов, ему не помогли ни грамма, ни на сантиметр. И теперь он ушел в какую-то систему мер и весов. Несмотря на то, что у меня были прекрасные отношения с Гринько и с работниками студии, они приходили ко мне на дом, меня изгнали. Незадолго до расставания Илья Николаевич попросил дать список тем, на которые я приготовил передачи. Таких тем у меня было заготовлено около 150. Вообразите, 150 тем, совершенно разных. Он-то думал, ну хоть одна тема есть, а теперь в эфире, когда стали везде нажимать, почему лапки надели? Так у него темы, говорит, все кончились, у него больше ничего нету сказать. Ну, непрерывная ложь. И кто меня здесь давил? Благодаря чему? Ну, я не скрываю, я называю имена дальше. Очевидно, что московская патриархия действовала в согласии с коммунистами, которым тяготел Гринько, хотя и читал Библию, подаренную умною. Эти передачи пытались заменить выступлениями целые плеяды священников московской патриархии, но все это были мертворожденные замыслы. Они выступают, а народ никак не реагирует и звонит. А где эти передачи, которые лапки навел? А это кухонное радио, оно включалось везде в то время. На предприятиях, домах. Вот у нас самое большое тогда было население, поток шел. Совсем недавно в Краевой администрации я сказал, верните мне эфир и через три года я изменю вам климат в Барнауле. Вот дайте, дайте мне свободу, я ваш позор сумею скупить. Из оперы Бородина князь Игорь. Там говорит, мой позор, а я говорю, я ваш позор, это вы совершили так, что есть только преступления. Были ходатайства об этом из самых высоких инстанций Барнаула. Чтобы меня вернули в эфир. Но пока все остается так же. Даже явно не расположенная ко мне московская патриархия, выступая против меня в мирской печати и в своей газете Алтайская миссия вынуждена признать вот прямой прямой речью я беру оттуда, что они про меня написали вот в это время. Алтайская миссия. В последние месяцы по местному радио и другим каналам средств массовой информации часто звучат слова и проповеди И.Т. Лапкина, известного в Алтайском крае проповедника человека, пострадавшего при советском режиме за свои убеждения. Даже те, кто не разделяет его взгляды, относятся к нему как к честному, порядочному человеку. Он проводит занятия по изучению Библии. Нередко выступает в различных учреждениях, школах, больницах, местах решения свободы. Его слова исполнили глубокого чувства веры, бескомпромиссности, жесткости в суждениях и мыслях. Заявление Барнаульское партийное управление. То есть они, я не понимаю, они могли бы как-то по-другому написать, но написали именно так. Я же могу сказать, что выступления священников мертвые, мертвые, бездушные и никому не нужны. И сами они бесталантны и чужие. Не любят ни Бога, ни Библию, ни народу. Когда вот это говорю, ой, а за кого вы себя считаете, а почему вы судите? Я факты констатирую. Это они судят. Они судят Слово Божие и считают его ненужным. Они судят все соборы, какие были и какие не нужны. Не я сужу. Я только говорю, что они преступники. Они людей ведут ложным путем. Куда? К мощам, к мощам, к мощам. Прямо на кладбище живут. Ну только одни какие-то предрассудки, выдумки, что угодно. Живого Бога людей не знают совсем. Евангелие скрыто. А если есть, оно и лежит Евангелие, книга. Ну поцеловать еще можно. Ты дай человеку в сердце его вложить. Вовнутрь. Вот чем я и занимался. Поэтому они говорят слова, видите какие, исполнены глубокого чувства веры. Это говорят враги мои. Без компромиссности, жесткости в суждениях и мыслях. Ну как? Мы говорим то крещение, которое они вот так ладошкой молят. Это профанация. Это не крещение. Эти слова не мои, принадлежат профессору Осипову в Духовной Академии. Это обман. Крестить, значит, должно так, как должно, как написано. Я сказал, несмотря на это, я говорю, вот такие они. Они не любят ни Библии, ни народ. Свой грех отстранения меня от проповеди на радио они могут загладить только тем, если помогут вернуться мне. Они будут лукаво говорить, что это от них не зависит. Их проповеди, в кавычках, мертворожденные выкидыши, в них нет жизни. А рассказы о том, как они купались в Иордане, о куполах и пилястрах и нефах, прилично рассказывать дома на кухне. Я обвиняю их в этом перед лицом всей Вселенной и жалуюсь на них всемогущему Судье Богу, как на разбойников, ограбивших дорогой мне русский народ и лишивших миллионы слушателей живого слова Евангелия. Они лютые волки. Деяние 20 глава 26-30 стихи. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист, чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую я приобрел себе, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и звах самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою. Когда по порядку читают церковно, ну положено читать, вот до этого места доходят, я встал смотреть, они перескакивают слова, выкидывают, потому что лютые волки. Если Господь, говорит, посылает их как овец среди волков, это волками названы кто? Безбожники, евреи, которые там гнали их, коммунисты, фашисты, масоны, все они, кто угодно, кто против Евангелия, просто волки. А когда собрал священников и пископа, говорит, лютые волки, то есть бешеные. Я это испытываю полвека и подтверждаю именно так. А какой выход? Ну выход один, Бог будет убивать и выжигать их дотла. Церковь сегодня буквально духовная развалина, как сказал патриарх Кирилл. Мы многократно перезванивались с Гориньком по телефону, я говорил ему, это вам за то, что вы вытурили меня с радиопередачи. Верните меня и вас Бог вернет. Возвращайтесь и зарите меня обратно. Я встречаю в городе много людей, которые узнают меня в транспорте по голосу и просят продолжить эти передачи. В трамваи едем, ну я потихоньку что-то сказал, женщина сразу обернулась, а вы не лапкин будете? Да. Это вы передачу вели? Голос только услышат и люди заходят. И они ни на что не посмотрели. Все, вышвырнули меня. Это я отвечаю людям, не здесь, а только. Это я отвечал в университете. Вот они спрашивают, почему прекратились ваши передачи, почему они были прерваны в параде. Ну, маленько тут не так выразили, но я пишу, как в записке. Вот я отвечаю. А возможность вернуться? Нет возможности. Никакой. Никакой. Но я не остановился на этом. После этого у меня, ну, и вот эти вопросы-то они уже были, я их поместил в первый том, значит, это еще у меня книг вообще не было. Нет. За это время у меня вышло 38 книг по 752 странице, а всего 41 книга. Распространение их идет, работаю вот в интернете, так что, в общем-то, у меня круг людей расширился, еще стал больше. Вот так. Такой мой ответ. Спасибо, Христос. Слава Христу. Еще что-то было у вас? Так это у нас что, 164-й был?